Сегодня у нас сейчас будет показ, онлайн-показ фильма «Сарь-птица» 2018 года. И с нами сейчас на связи Эдуард Новиков, режиссер фильма, с которым мы сейчас немножко, может быть, около получаса поговорим о фильме, о якутском кинематографе, о каких-то интересных обстоятельствах, связанных с производством фильма, может быть, о каких-то планах Эдуарда. Здравствуйте. Эдуард, здравствуйте. А, добрый вечер. Добрый вечер. Мне кажется, что я немножко, может быть, начал бы с якутского кинематографа. Вообще, часто так бывает, когда говорят о какой-то волне, например, национальной волне кинематографической. Обычно это явление, которое длится не очень долго. Оно может длиться, скажем, 3-4 года, иногда 5 лет. Но редко, если, например, разговоры о какой-то волне продолжаются больше, скажем, 10 лет. Мне кажется, что якутский кинематограф относится к таким явлениям, именно о подъеме которых, об экспансии которых сейчас говорят. И эти разговоры где-то уже около 10 лет, наверное, не замолкают. И каждый раз находятся какие-то люди, которые об этом не знали, как бы с ним все подключаются. И эти разговоры обоснованы, потому что, с одной стороны, мы видим, что с какого-то момента в республике налажено производство фильма. Где-то мы недавно обсуждали эту тему. Ну, в общем, насколько я знаю, примерно около 10 картин снимается в среднем году в полнометражных фильмах. Раньше это число было, наверное, побольше немножко даже в какие-то годы. Сейчас, может быть, чуть меньше в связи с общей ситуацией. Но, во-первых, значит, есть некая стабильность производства. Во-вторых, есть какие-то определенные успехи, по крайней мере, в республиканском, в местном прокате. То есть фильмы не только снимаются, но их видит зритель. Зритель на них идет, зритель их помнит, любит. То есть есть какой-то фидбэк, очень важно. И третья составляющая, которая, может быть, для меня даже самая важная, состоит в том, что это не только индустриальный подъем и не только подъем, связанный с прокатом, но это и художественно интересное явление. То есть мы видим, что якутские гимнографисты, собственно, есть определенное количество их, это яркие художники, это люди со своим взглядом каким-то острым. Иными словами, якутская волна — это не нечто эстетически единое. Это, в общем, такая галерея совершенно ярких разных авторов. И мне очень нравится, что выбран фильм «Царь-птица», именно как такой образец якутского кино, потому что, наверное, не знаю, для меня, мне кажется, этот фильм точно входит в тройку лучших якутских фильмов. Он объединяет в своем сюжете очень многие сюжеты, именно характерные для якутского кинематографа. Расскажите, пожалуйста, Эдуард, с чего начался замысел этой картины? Я знаю, что она основана на рассказе якутского автора. Как вы вообще вышли на него, как вы увлеклись этим рассказом, и как много претерпел фильм в этом, в смысле сюжетного преобразования? Чем пришлось пожертвовать или что, может быть, вы решили подчеркнуть? Ну вот этот фильм «Царь-птица» снят... У нас был такой писатель, Василий Васильевич Яковлев. Ну, к сожалению, его сейчас, в данное время нету, среди нас. Он вот где-то в 70-м году... А не Василий? Василий Васильевич Яковлев. Это якутский писатель. Да-да-да. Вот где-то в 70-м годах этот рассказ написал по-русски, там, со мной со старой птицей, со листьевницей. По этому рассказу Семен Ермолаев, наш драматург, сценарист, он написал сценарий. И вот где-то в 16-м году начали снять этот фильм. А так, конечно, до этого я давно читал этот рассказ. Но даже Семен рассказывал, вот Ермолаев, он даже в 90-е годы где-то так хотели тоже снимать с одним режиссером, Эллиом Ивановым, но там у них не получилось, там по-технически там сложно было. А так, конечно, с развитием сейчас технологий, там, с появлением новых ребят, и именно профессионалов, вот этот проект начался, можно сказать, в 16-м год. А так-то я читал этот рассказ давно, но пока как-то вот долго думал, сложно было как-то вот. И вот я с этой идеей приходил своим режиссерям, ну, местным ребятам, ну, им рассказывал эту идею, но никто не очень так не думал, это какой-то архаусный фильм, это не выгодно будет. Поэтому очень долго так-то вот ходил вот так. И вот у нас в Сахафильме, да, вот я там работаю, 2002 года там я работаю в Сахафильме, и вот я, у нас там сменилось начальство, и вот когда вот пришел у нас новый начальник Шадрин Дмитрий Васильевич, ему я рассказал эту идею, ну, если что, вот я буду снимать. И он разрешил, и вот мы начали этот фильм, начали снимать. Ну, вначале, конечно, было вот сложно с тем, в том, что у нас один из главных ролей Орел, Беркут, и, ну, пытаясь по-разному, да, вот, выходить из ситуации. Ну, я вот, у нас есть зоопарк, вот туда еду, там есть орлы, беркуты, туда ездили, вот туда взяли, что, ну, все-таки дикие, опасно было. Потом один друг посоветовал, есть такие вот беркучи. Беркучи – это вот охотники с орлами. Это особенно вот в Казахстане есть, в Киргизии. И вот через друзей нашли вот киргиза, вот в Беркучи. Талгарбек, Шайбыров – это в Томском районе. И вот с ним поговорили. Ну, хотели, чтобы он сюда, в Якутию, приехал со своим ворглом, вот, Тумара. Ну, из-за того, что там с документами было очень сложно, и денег мало было, даже, вот, купить, да, вот. Поэтому мы сами поехали, вот, с оператором Семеном Аманатовым. Фильм начали вот со съемок «Орла». Вот про себя там думали, что мы, если этот, начальные съемки сможем снять, да, вот, вот тогда будем фильм уже снимать. Даже у нас, по-моему, актеров, ну, кастинга даже не было у нас. Начали с «Орла». Орел сыграл совершенно потрясающую роль в фильме. И, кстати, очень хорошо, мне кажется, сыграли и бычки, которые в фильме. Там ведь есть эта сцена, вначале, она может быть очень простая, но она выглядит изумительно естественной, когда, например, вот, когда дед пробивает лед, бычок на это смотрит, и сам спокойно, без всякого указки, без понукания, подходит к проруби и начинает пить. Они как бы такие, как два таких друга фактически стоят, а потом прекрасно также возвращаются домой. И, действительно, животные в фильме очень хорошо смотрятся. И это, кстати, как-то, в общем, вводит в фильм еще один контекст, вот, в контекст животных на экране 21 века. Вот, действительно, в нашем столетии большое количество фильмов, с одной стороны, появилось большое количество роликов Ютуба, где мы видим очень много животных в каких-то, либо в каком-то фантастическом приближении к ним, то есть мы никогда их близко так не видели, либо мы их видим, например, в повседневности, да, если это домашние питомцы, мы их видим в этой домашней среде, и мы видим огромное количество, ну, каких-то чуть ли даже не арт-проектов, уже связанных с этими самыми Ютуб-роликами, да. Есть фильмы, которые, ну, принадлежат регистру медленного кино, и тоже посвящены животным, где мы наблюдаем долго-долго за животным, вот этим инобытием, да, за тем, как животное живет, за его собственным временем биологическим и так далее. И вот, мне кажется, да, царь птица – это тоже, вот, как и, например, Гунда, да, Виктора Косаковского, тоже фильм не только, да, о верованиях, о каких-то сложных, о национальной традиции, о культурах, но и о сосуществовании с животными. Вот, а с быками, как вы работали? Как с бычками? Потому что они там не сильно, они же там все делают сами, они там ходят сами. Вот, тут, вот, быки, вот, корову, да, это специальная вот якутская порода. Раньше вот у нас была вот якутская порода, это они такие маленькие по росту, маленькие были. Ну, конечно, с развитием вот это сельхоз, да, они вот сейчас появились, ну, давно уже появились, да, вот уже большие коровы, вот, семенитарской породы там, вот так, ну, где много молока дают. А так вот, изначально вот такие у нас коровы были, они, как сказать, полу-дикие, можно сказать, они в холоде там сами гуляют, можно, вот так. Вот раньше такие коровы были. Сейчас очень мало сейчас таких пород, якутских пород, ну, сейчас выращивать все равно искусственно. Вот так. И специально для этого фильма мы вот специально вот это якутские коровы, породы нашли и сняли. Здорово, да. От животных к людям. Вот расскажите, пожалуйста, про исполнителей двух главных ролей, да, это сыграли актер Степан Петров и актериса Зоя Попова, да? Да, да, Зоя Попова. Ну, вот Зоя Гавриловна, она работает в Саха-театре, это у нас Академический драм-театр с имени Уинского. Там она актриса, она профессионалка, работает там в спектаклях, да, играет. А так Степан Петров, он непрофессиональный актер. Он живет в деревне, и, ну, он всю жизнь работал водителем. Потом, когда вышел от пенсии, он, у нас в деревнях есть такие вот, ну, драм-куршки, вот, драм-театры, да, вот маленькие, народный театр называется. Вот там он играет, ну, какие-то вот комические роли. Ну, можно сказать, профессионал или не профессионал, но вот так он, ну, деревенский артист, можно сказать. А Шаман? А Шаман, этот, он, так, бывший актер, он раньше, вот, Шепкин, театр, вот, именно в Саха-театре тоже работал, но сейчас преподаватель. Вот так. Ну, он тоже профессионал, можно сказать. В фильме вот практически не слышно музыки, но она там есть, и она очень изящно сделана. И вот я как-то совсем так недавно, да, узнал, что, оказывается, это сделал московский, да, достаточно молодой еще такой человек, который занимается звуком, Андрей Гурьянов, да? Да, да, да. Вот, пожалуйста, об этом сотрудничестве, потому что Андрей, он работает в «Космосфильме», а это такая студия, которая, ну, приложила руку очень ко многим проектам, очень интересным проектам России. Ну, вот у нас есть Иннокентий Ситцеп, это звукорючев, он окончил, вот, Санкт-Петербургский университет кино и телевидения, мастер, вот, Гасан Саде, вот, с Андреем вместе учились, и получается, вот, Кеша делал, Иннокентий делал звук этому фильма, и вот сюда поехал, в Москву, вот именно «Космосфильм», и вот с Андреем Гурьяном вместе работали. уже так. А так, конечно, вот мы делали, спешки делали, там, у нас фильм-то как, вроде бы быстро сняли, потом монтаж сделал, ну, монтаж, черновой монтаж сделали, потом у нас была вот эта графика, да, вот, там сложности были, и потом денег не было, поэтому очень долго стоялось, ну, почти, что там год, по-моему, вот, тянулось, 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 и потом, когда, благодаря, хорошо, что вот, вот, Ксардана Савина, вот, отправила, черновой ваш материал, отправила вот, московский, ну, программщикам, да, вот, и вот они сказали, что если какого-то числа вы закончите, мы возьмем его такого, ну, я с радостью, с радостью согласился, потому что я хотел, чтобы этот фильм быстро закончился, слишком долго с одним идеей носиться, одним фильмом носиться, тоже сложно, вот так, где-то я два года носился этим фильмом, поэтому рад был, что этот, поэтому вот спешки, можно сказать, за месяц, по-моему, вот с Кешей, с этим вот Андреем, они даже, еще месяц, наверное, сделали они быстро, вот так, на быстрые руки, даже вот я тут, даже не ездил, только вот онлайн, вот так. И это именно, чтобы успеть к ММКФ, да? Да, 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 вот там катастрофическое времени не было, поэтому вот так, Кеша туда поехал, и быстренько сделали, и, да, конечно, спасибо Андрею, вот так. Ну, и в результате, попав на 40-й Московский международный фестиваль, я напомню нашим слушателям, зрителям, фильм стал победителем, собственно, фестиваля, стал, выиграл в своем конкурсе и увез главный приз. Ну, в общем, наверное, очень важная тема фильма, это, вот, действительно, существование героев, принадлежащих традиционной культуре, которые, оказывается, да, при ближайшем рассмотрении, когда мы начинаем следить за этим, тоже сотканы из самых разных культур, то есть, оказывается, что эта традиционная семья, да, она, например, также почитает и каких-то христианских святых, да, также, да, нужно включать в себя какие-то обычаи уже и новой власти, да, советской, и вот это нас как бы окружает в такую какую-то, ну, будет такую пропасть, да, совершенно, то есть, нам открывается глубина вот этой жизни, которая, ну, принадлежит какому-то странному постмодернизму задолго до всякого постмодернизма, вот, и этот акцент, вот это, как бы, удивление, оно было уже у у Василия Васильевича Яковлева, или это как бы уже какой-то результат, получившийся позже, уже позже, в результате работы над фильмом? Да, в рассказе все есть, но там, конечно, в рассказе больше акцент был, вот, в сторону вот Листиницы была, да, а так, конечно, вот сценарист Семена Ярмолая чуть поменял, вот, и вот такой фильм получился, ну, сценарий получился, да, конечно, тут правильно заметили, что там православные верования есть, и традиционные наши, вот, верования тоже есть, вот так, и до сих пор так живем, наверное, но само мне интересно, вообще, вот, все-таки я дитя Советского Союза, я был пионером, октябренком, комсомольцем, ну, ждали, строили коммунизм, потом все это развалилось, потом все это как-то, непонятно, да, сейчас, даже сейчас у нас, если так говорить, национальные действия нет, а раньше-то как-то строили что-то, да, вот, жили как-то, вот так, а сейчас непонятно, в этом какая-то пустота есть, и в этой стороне я пытаюсь сам искать, да, вот, я не говорю, что я очень верующий человек, ну, пока я к этому иду, наверное, или вот, мои темы, вот, близки, и с этим связано, можно сказать. мне кажется, это вот действительно, все-таки особенность очень многих ярких якутских картин, это внимание к национальным традициям, к национальным каким-то проблемам важным, важным именно для вашей культуры национальной, и очень серьезное к ним отношение, да, вот серьезное отношение к проблеме семьи, к проблеме рода, к проблеме старости, к проблеме отчуждения с пожилыми людьми, но вот интересно, что, может быть, потому что эта тема действительно волнуется всерьез, да, она подается не дежурно, она каждый раз как-то очень глубоко разрабатывается, и она оказывается нетривиальной, вот, наверное, в самом деле, да, или это, мне кажется, может быть, это какая-то у меня аберрация, или в самом деле есть вот какое-то такое внимание к этим фильмам, к этим проблемам, вот, в якутском кинематографе у ваших коллег? Ну, да, да, прослеживается, да, вот такая, ну, свою вот, именно, в это, в это, конечно, да. Но вместе с тем, конечно, тем очень много, самых разных, там, скажем, вот у вас же, предыдущий фильм был посвящен молодому музыканту, молодому популярному, ну, это, чисто коммерческий проект был, этот, да, а так, у меня вот дипломный фильм был, вот, называется, Бог, это тоже вот по всеми имену Ермолаеву, пьеса такая есть, человек, ну, тюрьма, и внутри тюрьмы же есть, вот карсер, одиночная камера, и там, один человек сидит, и, вот, в этом карсере, и от тоски, вот этого, от скукоты, он, хлебного мякша делает человечка, и с ним разговаривает, и потом к нему еще, ну, женщину делает, и вот себя возомновил Богом, там, вот такая, таким, у меня дипломный фильм был, в 2001 году я снял, ага, очень-очень интересно, это, я, я, я не знал, он, он недоступен сейчас, или? Нет, пока нет, я просто, нет, а, часто ли, часто ли приходится участвовать в коммерческих проектах, или все-таки удается работать над тем, что хотелось бы вам сделать? Ну, вот я сам сейчас думаю, да, вроде бы я в 2001 году закончил учебу, да, и сюда приехал, ну, и вот во всех проектах я работал, не как, ну, там, как ассистентный режиссера, как ассистентный оператора, кем-кем я не работал, ну, думаю сейчас, а что я свой фильм-то не снимал, ну, вот так получилось так, ага, поэтому вот, именно вот АИОЛа, это, как бы коммерческий проект, и надо работать, надо что-то снять, ну, достойно, если, да, если зовут коммерческий проект, ну, давай, с радостью, конечно, согласен, но, но есть же опасность, да, с другой стороны, вот у нас, не знаю, есть такой, очень талантливый режиссер, даже, я думаю, можно, так сказать, вполне вот о нем отсудить, этот момент, Николай Хамерикин, например, он снимал прекрасные фильмы, он снял 3-4 замечательных фильмы, а потом вот он действительно ушел в коммерческий проект, и уже лет, наверное, 10 только в них фактически, ну, и остается, так что, может быть, надо тоже как-то, как-то и пробивать как-то свои все-таки, да, потому что может что-то сбиться, прицел там может как-то сбиться, как-то может, ну, что-то можно потерять, наверное, да, в этом, в этом зарабатывании денег, хотя, это, конечно, я понимаю, что профессионал, он всегда старается делать все хорошо, и даже в коммерческой работе, он вкладывает свое знание, свою любовь к кино. Да, так и есть. Жить-то надо. Эдуард, расскажите немножко, может быть, если можно, над чем вы работаете сейчас, мы уже постепенно будем, конечно, переходить к показу, но просто, может быть, вы расскажете, да, о каких-то своих ближайших планах, именно со связанных, ну, может быть, с коммерческим, а может быть, с вашим авторским кином. Ну, вот, мы летом участвовали, конкурсы, вот, пищинг, конкурс, этот, который устраивает Министерство культуры РФ, Российской Федерации, с детским проектом, называется «Связующая нить». Она сейчас, как бы, и резервы, и резерв. Пока ждем результата. Если все нормально будет, в следующем году будем снимать этот проект. Желаю вам удачи с проектом, и, наверное, тогда мы потихонечку будем, если больше мы все обсудили, потихонечку будем переходить к показу. Друзья, посещайте онлайн-мероприятие фестиваля национальных литератур России, и желаем вам приятного, интересного просмотра. Да, приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok